пятый день выселился из этого отеля сумки капсдец пришел ее надо выкинуть все вещи положить в чемодан и выкинуть нафиг и все отправляюсь другой отеле и в парк смотреть на озеро сив приехал новый отель еще на день решили проводить такой дворик кто-то здесь свои красные трубы насушат сказал когда вы сидят с собой можно карту тут просто оставить и все интересное расположение отеля конечно потому что заходил я сюда вообще с другого входа закрепляю Вот так вот выглядит номерок, небольшой, зато все, что нужно есть. А, так, это, собственно, и все, вся дышевая. Два полотенца, зато вид какой открывается. Сейчас покажем. Вот такой вот вид открывается на город. Жаль, я раньше его не нашел, можно было сразу у него заселиться. Сутки стоят 200 юаней. На 20 юаней дороже, чем предыдущий отель. Но, в целом, нормально. Жить может. Она больше зацепила кровать в пол. Ну и все, сейчас разложу вещи и пойду гулять. Такой прекрасный райончик. Здесь и собачки есть, и люди вроде ходят. Не знаю, почему я не нашел сразу этот отель. Почему он мне не высветился. Но он в таком прекрасном месте находится. И прямо рядом с парком, куда я сейчас и выдвигаюсь. Но сначала я хочу попробовать зайти в университет Джизян, который прямо здесь рядом находится. Попробуем, попытая удачу, пустят ли меня туда или нет. Хотелось снять в аренду мотоцикл, но он 90-71 стоит. Это слишком. Так что, на Свердово их похожа. Да, сравниваю тот район, где я жил эти два дня. И этот, просто небо и земля. Там я словно жил вдали от цивилизации. Ну и, кстати, на третий день в Ханчжоу погодка радует. Дождь уже не идет. С собой по минимуму вещь я взял. Чисто пауэрбанк, провод, зарядный и все. Супер. У меня, как таково, уже больше нет. Ну и все. Сейчас отправлюсь в университет. На завтрак часа. Кашка из черного риса. Сейчас поем и в университет уже точно. Я все-таки нашел место, где взял мотоцикл в аренду. За 50 евро на 24 часа. И через эти ворота попал на территорию университета. Смотрите, попытки, конечно. Первые двух меня не пустили. Но здесь, благодаря удаче, я попал на территорию. Сейчас прокатимся, посмотрим, что здесь есть. Может даже получится поесть. О, первый на странице. Сейчас покатаем. Территория огромная. Даже больше, чем у моего транспортного университета. Прекрасное футбольное поле. Полностью натуральный газон. Жалко, что на нем нельзя, скорее всего, играть, как и у нас в университете. Вот с этого входа не получилось заехать. Ну, я и не пытался. Я видел, что там не пускают никого. Прям напротив входа память Моуза Дуны. Прям бы не видеть здесь. Во весь рост. Масштабы. Прямо такая же версия, только поменьше стоит у нас в университете. Ши Йоу. Здесь у нас библиотека. Наконец-то нашел столовую. Всего два этажа и повиданная какая-то маленькая. Сейчас как раз пообедаем. Скучал я по столовской еде. Сейчас посмотрим. В основном люди питаются. Надо будет еще попростить, чтобы кто-то оплатил карточкой. Не знаю, почему я снимал на 5. промахи. Смотрите, мне вон у меня. Не знаю, что мне вон улетает. Вон улетает пока не будем. Аппарат с бесплатными напитками. Интересно. Сейчас сын выберем и попустим. Такой вот у меня будет обед. Курочка, яичка, бровь, коля. И взял стакан. Стакан стоит 1,6 юань. И можно пополнить сколько хочешь. Сам объект стоил 13,6 юань. Вполне адекватно. Сейчас попушим. Продолжим путешествия по университету. Первая остановочка, самая главная. Сюда билеты я заброкировал. Находясь в Суджоу. Тут у нас людей шелковые птицы. Ход бесплатные какие-то. Сам вход на Си-Ху. Сейчас посмотрим, как он выглядит из них. Прям в музее можно сыграть в Го. Сейчас, может, найду себе партнера китайца и сыграю с ним. Самое главное правило нужно по диагонали, вертикали, горизонтали, как хотите, собрать 5 фишек. Черных, белых, без разницы, в ряд. Сразу после игры в Го можно сходить на рыбалку. Далее у нас... Можно опробовать свою меткость в стрельбе из лука. Я, кстати, уже пострелял, попал один раз. Один раз из пятнадцати. Это все говорит о моей меткости. Все, я доволен. Можно покидать стрелы в коробочках. Выглядит легко, но на самом деле это очень тяжело. Ну и все, дальше мы идем наслаждаться экспонатами в музее. Внутри музея небольшой храмовый комплекс. Не знаю точно, скорее всего. Это все Будды. Он же все-таки многолекий. Не только на стенах. Наверное, вот вот ее расписано. Ну и если верить надписи, то это... Вот это все выполнено в стиле ранней эпохи Танны. На втором этаже также представлены различные шелковые изделия, которые были изготовлены во время различных династий. Здесь, например, робо с длинными рукавами во времена династии Цинь. Ой, Мин. Не Цинь. А здесь у нас также робо, но уже времен династии Цинь. Что это? Шикарная ручная работа. Какой-то, конечно, кропотливый труд. Каждая деталь отдельно вышит. Здесь у нас женское платье времен династии Мин. Я, конечно, видел, во что превращались многие женщины, когда они надевали такую обувь. Я прям страшно представить. Там пять пальцев соединялись просто в один. Вот это да. Я, конечно, наверное, там здесь я ... здесь у нас мини-обувь для мини-ножки если вы думаете что я прикалываюсь я не прикалываюсь вот так и написано обувь для маленькой ноги здесь у нас представлены ножны можно было спокойно повесить на пояс и вооружиться собой кинжалом здесь у нас уже современные шелковые изделия и и и и Искусство Войны Сумцы, написанное полностью на шелковой бумаге. Нашел какой ткани, какой бумаги. Ну и мы вернулись к началу своего маршрута. В принципе, на этом путешествие по музею завершено, я считаю. Сейчас пойдем просто гулять по парку. Наконец, на третий день нахождения в Ханчжоу мы добрались до озера России. Она была буквально в двух километрах от моего предыдущего отеля. Я доехал только до него сегодня, потому что решил выделить свой день на него. И просто необратимое желание в такую жару прюхнуться в эту водичку. Хоть она и грязная, полна всякой живности, просто хочется прыгнуть и искупнуться. Такой тур по ловке стоит 200 юаней. И меня просто не устраивает то, что я всю поездку должен буду сидеть закрыт. Можно конечно выйти, но я думаю туда выйдут первые люди, которые стоят в очереди. Так что интересно. Идем дальше. Пришел на территорию Пагоды. Спасибо, что ей надо подниматься по этой лестнице и подниматься к кому-то. Хорошо! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приехал на набережную, чтобы насладиться видом светящего всем госта Пока еще не темно Он вряд ли будет светиться Еду по мосту, который снимал недавно Эх, мама, конечно, не одобрит такие действия Да, ну что же поделать Что ты сделаешь ради концерта И, собственно говоря, он уже начал светиться Мы сюда еще вернемся, как потемнеет Прям с набережной Остановился Такой воздух открывается Просто словами не описать Я насладился этим закатом Первый день И практически, можно сказать, в последнем Спасибо, Ханжо, что подойдет на такой вид Я не забуду Я не забуду Пришел к бургерной 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 вот и мой бургер готов вот такой вот бургер получился по итогу всем советую это место могу оставить ссылку и адрес в описании приятного аппетита поем и продолжим гулять здесь я был вчера в дождь ужасную погоду хотя с другой стороны не бывают плохой погоды сегодня она намного лучше здесь уже побольше людей все светится слишком хорошо чтобы быть правдой здесь коктейль можно сделать свежие выжить фруктов здесь походу вот такая не люблю здесь у нас украшения различные всякая бижутерия а вот это я вот скорее всего сейчас попробую это как-то традиционная еда в хамчо ну как нетрадиционная популярная кто смотрит на девчонку лайк на видео я снимаю на нее она просто попала в кадр сколько здесь шоколада 46 юаней за 50 грамм так можно и разориться и в принципе по той стороне у нас бары губы там еще интересно там делать нечего то есть также бюджетерия дальше ресторанчик мотоцикл прям на последнем из дыхания не едет осталось 200 метров до места где я его взял в аренду отдать яички чтобы она поставила на зарядку и завтра я снова продолжу путь но едем прям прям тетелька в тетельку хватило зарядки вернулся к отелю поменял машинку даже 12 часов ночи когда ты с уважением к людьми к людям относишься они помогут тебе решить все вопросы хоть и не аишка выдала ключи меня другого мотоцикла видимо ее сын или помощник работник этого же магазина сейчас покачаюсь немножечко зайду в отель помоюсь и отдыхать завтра последний день ханжоу и обратно в Сиан